Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля прийдут, но слова мои не прийдут. Одни же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной Ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истрепил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Когда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Поэтому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. В услышанном нами только что евангельском чтении Господь Иисус Христос продолжает говорить нам о Своем Втором пришествии в этот мир. Говоря о признаках этого явления, Господь замечает, «Не придет род сей, как все сие будет». Что означают данные слова? Неужели кто-то из современников Христа Спасителя доживет до Его Второго Исламного пришествия? По мысли преподобного Иустина Чилийского, слова Христа о родисе вовсе не следует понимать буквально. Преподобный пишет, «Род в узком смысле – это современники Спасителя. В широком апостолы, которые через церковь прибудут до конца мира, потому что они представляют собой бессмертный христианский род, который не уменьшается, но постоянно увеличивается и бесконечно продолжается. Таким образом, христиане, как последователи Христа, как никто другие, станут очевидцами Его возвращения в этот мир. Говоря о времени своего будущего Второго пришествия, «Спаситель отмечает, о дни же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один». Но может ли Христос, как единородный и единосущный Сын Божий, чего-то не знать? Неужели это не противоречит представлению о Нем, как о истинном Боге? По словам святых отцов, как Бог, Сын, конечно же, знает время своего Второго пришествия, но приняв на Себя человеческую плоть, тем самым Он принял на Себя некую степень неведения и самоумоления. Кроме того, Господь сказал, что не знает времени своего Второго пришествия еще и по другой причине. Так святитель Иларий Пиктовийский пишет, «Сказал своим слушателям, что о дне и часе том не знает никто, кроме Отца, Господь тем самым ограничил любопытство и спекуляции людей по этому вопросу». А святитель Василий Великий дополняет, «Господь говорит так ради нашей немощи, чтобы согрешившие не упали в уныние от краткости и срока под тем предлогом, что не оставлено им и времени к покаянию, и чтобы те, которые ведут долговременную брань с дьяволом, не оставили воинских рядов по продолжительности времени. Поэтому приписываемым себе неведением благоустрояет и тех, и других. Одному за добрый подбег сокращает время, а другому по причине грехов сберегает время на покаяние. Именно по этой причине Господь предупреждает всех своих последователей, «Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет». Блаженный Иероним Стридонский отмечает, «Теперь Господь ясно показывает, почему выше сказал, «Одне же том и часе никто не знает, ни даже Сын Человеческий, ни Ангелы, а только один Отец». Потому что это не полезно знать апостолам, чтобы они в ожидании, колеблющемся от неизвестности, всегда имели веру в будущее пришествия того, о котором не знают, когда Он приедет». Знание времени второго пришествия Христа не полезно для христиан. И Господь поясняет, почему. Если бы ведал хозяин дома, какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Только постоянная мысль о скором пришествии Спасителя может уберечь человека от грехов и соблазнов, подобно тому, как постоянные ожидания вора уберегает хозяина дома от его расхищения. Святитель Иоанн Златуус пишет, «Если бы люди знали, когда они умрут, то без сомнения позаботились бы об этом часе. Но в таком случае вся жизнь человека могла быть преисполнена страстями, и лишь только к концу жизни человек по страхам смерти мог бы перемениться. Была ли бы такая переменно искренней? Отнюдь. Такой человек менялся бы не потому, что любит Бога и хочет Ему угодить, но из страха унаследовать гиенну. Именно поэтому, чтобы все подбеги людей были абсолютно искренними, Господь скрывает от нас времени нашей смерти и Своего второго пришествия. Помня об этом, мы должны выстраивать свою жизнь так, чтобы ежечасно и ежеминутно быть готовыми предстать перед Своим Творцом и Спасителем. Наша душа всегда должна бодрствовать, потому что враг рода человеческого, дьявол, не дремлет, но готов использовать всякую возможность, дабы соблазнить нас на грех и тем самым увести от спасения, к которому мы так стремимся и которое является главной целью нашей временной земной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok